Итак, начнём мы с Томилы. Сейчас покажу, какая у нас виртуальная Томила. Я хочу напоминать вам об отчётности, которую необходимо сдать в течение 12 часов после получения напоминания. Ваш успех в обучении – моя главная цель, и я сделаю всё возможное, чтобы поддержать вас на этом пути. Вместе мы преодолеем все трудности и достигнем новых вершин в мире нейросетевых технологий. Не бойтесь задавать вопросы в вашем чате и искать новые знания. Я всегда рядом, чтобы помочь и направить вас. Давайте сделаем этот путь интересным и увлекательным. Вот такое у нас приветствие получают студенты. Это чтобы вы понимали, что у нас виртуальные преподаватели. Есть Томила. Это немножко такое вот расскажу. Когда у нас был выпускной недавно, у нас пришли поприветствовать Томила, потом Вениамин, Леонардо и Геннадий. Это у нас виртуальные преподаватели. И как бы на студенты смеются, говорят, мы с виртуальными общаемся больше, чем с реальными. Вот. Так. Ну что, начнём? Как? Да, можно уже начинать. Всё, я тогда... Ну, в принципе, запись у нас уже идёт. Подключаю презентацию, чтобы было видно. Итак, сегодня мы рассмотрим автоматизацию онлайн-школы на 95%. И я вам расскажу 7 приёмов на основе нашего реального опыта, ну, Нейроинститут РФ. И сначала я хочу начать с благодарности Анне и её компании. Потому что, когда я начинала это всё делать, я обращалась к очень многим компаниям по поводу лицензии. Мне важно было получить лицензию именно в области нейросетей. Но, к сожалению, мне все говорили, что для министерства это примерно как карты Таро. То есть, что нейросети, что... Ну, в общем, вот такие вот направления, говорят, вы не получите. Вот. Но я безумно благодарна, что за нас взялись и всё получилось. Вот. И вообще, с момента получения лицензии вообще всё трансформировалось кардинально. Просто какие-то космические скорости, которых я не ожидала. То есть, раньше у нас была компания, там, ну, я просто там продавала продукты предпринимателям. А сейчас, ну, это действительно что-то глобальное. Ну, вот немножко обо мне. То есть, я стратег по внедрению искусственного интеллекта в бизнес, бизнес-коуч, маркетолог. И самое интересное, что когда написали первое в мире образовательное учреждение с виртуальными сотрудниками на базе искусственного интеллекта, федеральные СМИ подхватили эту новость. И теперь, вот, если в интернете забить, то мы самые первые в мире. Вот. И одни из первых в России именно получили лицензию благодаря Лига Босс именно в области... Да, спасибо, что обратились. Да, хотя я же говорю, все мне сказали, это невозможно. Говорят, давайте что-то другое. Говорят, не-не-не, мне не нужно ничего другое, мы поддаемся, вот я хочу только это. И я думаю, что отчасти благодаря лицензии мы получили премию «Лучшее инновационное образование на базе искусственного интеллекта в России». И, как бы, без ложной скромности могу сказать, да, потому что я прошла практически все курсы конкурентов. Ну, вот, и студенты это отмечают. Ну, еще автор книг. Так, сейчас, секундочку. Вот, создатель сервиса «Быстрый старт». Выступаю сейчас на телевидении, в федеральных СМИ. Вот, о нас пишут, причем, вот, и «Известия», и «Коммерсанты», большие издания. И, опять же, если бы не было вот этого артефакта, лицензия, то, мне кажется, бы такого глобального роста не было бы. Потом я автор научных статей, исследователь, у меня своя есть как бы исследование, универсальный нейролгоритм, и я с ним вышла на 8-м международный экономический симпозиум. Вот, и сейчас что происходит? Студентам, ну, вот, допустим, вчера у них, говорит, я хочу только с дипломом. Вот, я хочу с дипломом. Для меня важен именно диплом о переподготовке. Особенно после того, как мы сделали выпускной, и у нас даже была такая, как флешмоб, и у нас все были в шапочках выпускника, там, в мантиках. Вот, к сожалению, фотографию не вставила в эту презентацию, вот, и все вот с красными корочками, с такими вот, сейчас покажу. Вот, вышли, сфотографировались. Здесь это получило мощный резонанс в соцсетях, вот, кстати, наши дипломы, сейчас готовы к отправке, вот, и так интересно, что у нас поток, вот, именно уже на переподготовку, сейчас набрался вообще практически без рекламы, и все следующие хотят, вот, я не хочу на обычную программу, я хочу сразу же на диплом. Говорю, вам как только диплом, только диплом, поэтому это настолько важно, и это позволяет вообще другие чеки ставить, вот, ну, кардинально другие. Вот, так, едем дальше. А, и, ну, сейчас я еще, так сложилось, что меня эксплуатируют в, ну, я живу в Севастополе, в нашем Севастопольском университете, вот, сейчас, сегодня я буду выступать, практикум им проводить по тому, как создать продукт с помощью искусственного интеллекта, завтра у нас будет чемпионат по скоростному созданию бизнеса с помощью искусственного интеллекта, ну, в общем, как-то получилось, что я там практически лектор, вот, так, ну, и мой бизнес, конечно, тоже. Итак, смотрите, первое, что можно сделать для вашей онлайн-школы, чтобы она была, ну, чтобы вы работали меньше, и ваша команда работала меньше, но эффект вы получали больше. Либо, знаете, как, не обязательно работать меньше, можно работать столько же, но ваша эффективность будет просто в разы, в разы больше. И при, что вот для меня самое важное было, при масштабировании я могу сделать так, чтобы у нас штат оставался таким, каким есть. На данный момент у нас в штате, со мной работает маркетинговое агентство, вот, ну, мы тоже там с нейросетями очень многое делаем, вот, потом у меня есть ассистент, у меня есть, ну, тоже она так, иногда там какие-то задания берет, все на искусственном интеллекте. Есть мальчик, который собирает ботов, тоже по моим инструкциям, и один живой куратор, то есть на всех нам схватает. И при, допустим, поток у нас там, например, хоть 10 человек, хоть 50, хоть 100, все равно, то есть потому, что у нас все автоматизировано по максимуму с искусственным интеллектом. Плюс все курсы я лично пишу очень-очень быстро, я сначала, ну, как все делают, да, запускаем курсы, а потом мы пишем полностью наполнение. И самое первое, сейчас я вам дам прям готовые промпты, как вам это сделать, и покажу, как прям живую на, возможно, даже чем-то примере. То есть это создание курсов, то есть вы можете абсолютно любой курс, вам, ну, как бы не нужен ни методолог, никто, вы можете написать сами, назначив искусственный интеллект лучшим в мире методологом и специалистом в этой нише. Либо вы можете выгрузить свои знания, и он это все структурирует, и, соответственно, выдаст по полочкам, чтобы было максимально понятно студенту. Что еще делаю я? Например, сейчас у нас там довольно-таки сложное обучение, там KPI, там раскладка бизнес-процессов и так далее. То есть не каждому это будет интересно. Он пишет мне, я говорю, стоп, вот мне уже нудно читать, я вот на втором абзаце закрываю, вот, говорю, сделай так, чтобы это было максимально интересно и увлекательно. Еще мне очень нравится его назначать Артемием Лебедевым. Вот, он без матюков пишет именно тот, который вшит, и получается он как-то так с метафорами довольно-таки интересно и увлекательно. Вот, смотрите, есть промп, то есть вы заходите, лучше использовать оригинальный искусственный интеллект. Вот Анна попросила как раз сделать инструкцию для вас именно по, какие платформы лучше использовать и, соответственно, то есть я думаю в группе, да, которая уже вот с лицензией, там мы разместим. Вот, и там полностью прописано, как регистрироваться, все-все-все информация будет у вас. Вот, и соответственно, смотрите, как вы работаете, как писать курс. Ты самый лучший в мире специалист в такой-то области. То есть многие используют так, ты самый лучший в мире маркетолог, там, ну, там, не знаю, кто там, кто там пишет курс, кто специалист в вашей области. Ну, вернее, мы говорим самый лучший, они говорят маркетолог с 20-летним стажем. Думаю, зачем нам маркетолог с 20-летним стажем, если мы можем взять самого лучшего в мире? Не стесняемся, берем по максимуму. Вот, напиши максимально интересную, захватывающую теорию по такому-то, такой-то теме, в стиле такой-то. Вот, но я обычно сначала пишу план курса, и потом по каждому пункту пишу, соответственно, вот эту вот теорию. Плюс он может сделать вам для видеоуроков, вот всю инструкцию, можно эти видеоуроки и сделать, и с аватаром. Ну, то есть, тут по желанию, у нас часть уроков записана и с аватарами, часть живые, а часть просто материалы, чуть-чуть теории буквально интересные, практическая часть, как это применять, тесты, и дальше идет практическое задание. Практическое задание, все сразу же автоматизирован тоже с помощью вот этих алгоритмов. Итак, смотрите, сейчас как раз заходим в оригинальное приложение чата GPT и говорим. Например, давайте, напишите, пожалуйста, кто-нибудь, у кого какая тема. Вот мы сейчас прямо на вашем примере сделаем на какую-то тему модуль. Давайте, чтобы не выдумывать, чуть-чуть я не на своем писала. Так, школа танцев. Ну, школа танцев это замечательно, а какой модуль именно обучения можно сделать для школы танцев? То есть, ну, танцы тут как бы, они же теорию не особо, вот детская хореография. То есть, это для преподавателей, да, по детской хореографии. Давайте, так, экран, а у меня видна презентация сейчас? О, конструктивная. Давайте вот эти вот насосы возьмем, вообще супер. Да, видно. Ага, давайте сейчас вот сделаем. Так, поехали. Ты самый лучший в мире методолог и специалист в области той темы, которой я тебе скажу. Тебе нужно написать максимально интересную и захватывающую теорию по модулю обучения комплекс предложений по модернизации технических решений и конструктивных элементов центробежных пожарных насосов для целей тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Вот, пиши максимально интересно, увлекательно, чтобы было, не, давай, наверное, не, интересно не пиши, просто пиши как есть, как методолог, как это должно быть для школы, для образовательного учреждения. Давай так. Так, модуль, прям вот теорию сначала напиши, потом я скажу, что сделать дальше. Дальше будет практика, тест и практическая задача, пока пиши только теорию. Потому что, да, если мы сейчас в стиле Артемия Лебедева сделаем про пожарные насосы, нас просто не поймут. И руки, куда мы попали. Так, ну что, погнали. Пошел строчить. Я буду читать. Модуль, соответственно, введения. Центробежные пожарные насосы являются важнейшими элементами противопожарного оборудования, обеспечивая подачу воды и других огней туши. Сейчас, подождите. Сейчас он сам прочитает, что я вот напрягать. Ну, короче, в общем, вот он все выдал, вот он теорию выдал. Основы работы центробежных пожарных насосов. Основные элементы центробежного насоса включают принцип действия заключается в чем? Проблемы эксплуатации, задачи модернизации, износ деталей на высоких температурах, кавитация, ограниченная мобильность, низкая адаптация различным жидкостям, направление. Я потом, я думаю, что я могу скинуть прям готово. Направление модернизации центробежных насосов, улучшение устойчивости к температурных нагрузкам, баркабаская авитация. Ну, короче, кто разбирается, напишите, насколько правильно он написал. Вот, пример комплексный. Ну, вот, дальше. Вот он выдал теорию. То есть, можно сказать, а теперь, например, первый пункт там более расширено. То есть, ну, тут уже можно. Так, дальше. А теперь, пожалуйста, на основании данной теории составь тест из 10 вопросов и предложи 3 варианта ответа. Правильный ответ отметь галочкой. И данный тест должен быть на проверку знаний, теории, которая непосредственно была выше. Всё, вот мы надиктовали ему. Расчёты он тоже может. Да, расчёты я тоже думаю, он может. Да, да, да. Он формулы прям пишет там вообще. А если ещё взять вот эта версия 4О, а есть там версия сейчас новая модель. В общем, там вообще он как научный деятель, может, всё что угодно. Вот, тест по модулю. Какой основной принцип работает центробежного насоса? А. Использование поршня для создания давления. Б. Использование центробежной силы для перекачивания жидкостей. Правильный ответ. Это С. Использование мембраны для подачи жидкости. Правильно? Вот я не могу такие курсы делать, потому что я не знаю, как проверить. Ну, хотя, в принципе, то, что я проверяла, всё правильно. Как называется процесс образования пузырьков пара, разрушающих поверхность рабочего колеса? Эрозия, кавитация, коррозия. Кавитация, что-то знакомое слово. Ну, и так далее. Вот, то есть он уже выдал нам тест. Вот, за секунд 30 полностью обозначенные галочки ответы и так далее. Вы можете сразу же его использовать. Сделай, пожалуйста, практическое задание на базе данного модуля для студентов. То есть, что им нужно сделать, чтобы, соответственно, это было в рамках образовательного образования. Я просто в этой теме далека, но как раз круто, что мы взяли её. Так, практическое задание. Цель студенты должны разработать и представить предложение по модернизации существующего центробежного тушения, ориентируясь на задание. Задание. Исходные данные. Представьте, что ваш учебный центр получил запрос. Там, шаг один. Анализ текущей системы насоса. Ну, в общем, всё. Да-да-да, а я потом это всё в виде файла и всё отправлю вам. Просто у меня на этом ноутбуке нет. Я бы на том вам продемонстрировала, но тут сейчас я долго с VPN буду. Вот, всё, всё. Разместим в чате потом. Да-да-да, я потом. В этом канале, как пример. Вот, ну, в общем, всё, у вас всё готово. Если нужно более расширенно, то вы разбиваете на подпункты. И говорите, то есть, вот по этому пункту, потому что, ну, у него за одно сообщение определённое количество тогенов. То есть, сразу он вам войну и мир не напишет. Лучше разделять. И вы, соответственно, вот по блокам делаете. И, в принципе, курс вы можете написать за часа три полностью от и до под ключ. Ну, я, по крайней мере, так писала. Так, и причём, ну, студенты отмечают, что курсы действительно интересные, увлекательные и вот хочется проходить обучение. Тут же, конечно, сильно не поизвращаясь, но, например, напиши более интересно и понятно, чтобы было понятно. Можно забивать целевую аудиторию. То есть, для кого вы? Если это для детей, то пишите, что для детей такого-то возраста. Если для взрослых, то есть взрослые, которые там работают в такой-то сфере, чтобы понимали, чтобы он писал их языком. Вот, поэтому расчёты, да, всё это будет. Дальше. Так, виртуальные преподаватели. Смотрите, как у нас реализованы виртуальные преподаватели. Они реализованы на базе Telegram-бота. То есть, я работаю с сервисом JetBot. И сейчас как раз у нас вот студенты, которые на нейроэксперты идут, проходят обучение тоже по этому всему. И онлайн-школу, кстати, в том числе. Вот, что мы делаем? Напоминание о сдаче отчётов и завершении заданий. То есть, получается, есть трекер, вот эта Тамила, которую вначале вы видели. Она полностью следит за каждым студентом. Во-первых, у нас все данные выгружаются в Google таблицу. И сразу же видно прогресс по каждому студенту, кто что. То есть, можно это всё наблюдать. Вот, в режиме реального времени. Кроме того, он напоминает в определённое время. Студент себе пишет удобное время, отмечает в боте. И он ему отправляет напоминание. Вам сегодня нужно сдать отчёт по этому пункту и так далее. Дальше. Индивидуальный трек для каждого студента. То есть, получается, у нас, когда люди покупают, я сразу же, ну, куратор даёт ссылочку на Тамилу. И Тамила уже ведёт в индивидуальном треке. Плюс, ну, живые вебинары, там ответы на вопросы есть. То есть, кроме того, у нас геймификация. То есть, мы начисляем там монетки, баллы, достижения, мотивационные. У нас такой вот есть способ, как энергии. Они набирают энергии за отчётность. И после этого, в конце, они могут за эти энергии купить дополнительные такие плюшки, которые, ну, как бы не являются частью основного курса. Но, например, там интересно, как сделать своего аватара, там, с помощью искусственного интеллекта. Как медитацию за пять минут сделать, либо как сделать подарок другу, там, маме, надиктовав просто хаотичное сообщение. И он делает стих и поёт песню идеальную, которую вы на радио услышите. Не отличите, это искусственный интеллект или нет. То есть, ну, грубо говоря, такие приколюхи мы даём бонусом. Вот, и это очень классно мотивирует студентов, что они не просто отчитываются, а они что-то зарабатывают ради чего-то. То есть, эта игровая механика даёт, ну, знаете как, дети любят играть, взрослые любят играть, и у нас это классно работает. Поэтому можно тоже взять на заметку. Всё это воплощается в обычных телеграм-ботах. То есть, без даже, тут мы делаем с помощью искусственного интеллекта, но внутри искусственный интеллект не зашит именно в рамках этого бота. Вот, потому что тут нужен чёткий алгоритм. Масштабируемость. Важно, что ещё происходит. Когда возникает какой-то вопрос, например, когда у нас студенты там сдавали универсальный нейралгоритм, мы заметили одни и те же повторяющиеся ошибки. Сразу же эти ошибки сделали отдельный модуль и, соответственно, проработали эти ошибки до того, как они возникли. Потому что, ну, опять же, всё видим, всё как на ладони по каждому студенту, видно у кого что. Поэтому сейчас, допустим, загрузка куратора у нас с каждым новым потоком, вне зависимости от того, сколько у нас людей на поток, он, ну, как бы, всё равно, сколько людей у нас будет. Хоть сто человек, хоть тысячу на один поток, не нужна огромная команда. Вот, поэтому вы тоже можете масштабировать свою онлайн-школу, если у вас будут вот такие виртуальные преподаватели, которые, ну, студент занимается в самостоятельном режиме и приходит ещё на лекции, вебинары для задач и вопросов. Ну и плюс, конечно же, живой куратор всё равно без него никак. Ну и закручивание групповой динамики в чате. Вот, у нас групповая динамика закручена в виде отчётности. То есть, каждый день, это мило им напоминает, и они отчитываются, какие возможности они увидели использование искусственного интеллекта, как использовали и какие действия сделали. Плюс они взаимоопыляются, смотрят у кого как и себе, ну, соответственно, ой, я тоже так могу, и делают сами. Вот, так, дальше, следующее. Виртуальные ассистенты на базе искусственного интеллекта для выполнения конкретных задач студентов. Тренажёры в формате бота. Я вам сейчас покажу, как у нас это сделано. Пошаговая структура в виде тренажёра. Вот, и я когда тоже выступаю там с практикумом, я просто им раздаю промокод, и они, соответственно, по нему двигаются. Сейчас так покажу. Так, вот смотрите, например, вот тут вот карандашик, и написано там, напишите название вашего продукта, введите, отправить. Вот он написал. Дальше. Клавиатурка. Скопируйте, отправьте там ваш запрос тут в Perplexity. То есть там было, например, в GPT. Вот, и, соответственно, у нас готовые промты, готовый алгоритм, который ведёт студента по выполнению заданий. И ему не нужно ничего выдумывать там самому. Знаете, как обычно, ой, сколько я курсов проходила, это настолько как-то сложно. То есть возьмите туда, пойдите туда, что-то сделайте. Непонятно что. Что заметила я? Когда студент видит одно задание, вот просто ему одно действие, введите, пожалуйста, название своего продукта. Больше ничего нет перед глазами. Ему проще сосредоточиться и ввести вот эту вот часть. Он сделал, нажал. Ага, потом ему просто нужно сделать следующее задание. И когда вот эта вот пошаговая структура обучения идёт, и он не видит вот этого всего объёма, допустим, то результаты гораздо лучше и гораздо проще. Вот, поэтому тоже можете делать, допустим, я считаю, что любой курс можно свести в микро-пошаговые шаги, чтобы студент видел только этот шаг. Плюс, например, по видео у нас буквально пятиминутное видео в начале, и потом уже идёт всё в виде ботов, тестов, ну и практических заданий. Ну вот у нас там типа скажите, напишите. Пока он не нажал на кнопочку, он видит только одно действие. И вот так вот построено. И получается, может, ну, как бы студент, зайдя, то есть понятно, что ему пока он там обучится правильно, там, промпт-инженерия. То есть не нужно ему учиться, он сразу же с первого дня может делать идеальные промпты. Например, у нас там идёт подарок SMM-конвейер, которые просто зашли, ввели свои данные, он ведёт за ручку, и хоп, и у вас готова там стратегия, контент-планы. Три кнопки нажали, у вас посты, у вас релсы, и всё есть сразу же, и не нужно как бы никакого предварительного обучения. Короче, я всё упрощаю в этом плане, чтобы всем было просто и удобно. Поэтому подумайте на том, как вы можете разбить на микро-шаги, как можно это сделать удобнее, и, соответственно, масштабируемое, потому что будет меньше вопросов кураторам, и студенты быстрее могут приходить к результату. Намного быстрее. Потому что, опять же, такой мы делали кейс по детям. Ну, чтобы тоже понимали, взрослые, это понятно. Когда я взяла с 10 до 17 лет группу детей, и сделала так. Они при загрузке 15 минут в день, 7 дней в неделю у нас проходил этот интенсив. Ну, такое чисто тестовое. Интересно было попробовать. За первый день они сделали полностью профориентацию. За второй день выбрали бизнес-направление. За третий день сделали бизнес-план. Потом они сделали презентацию. Тоже там у нас есть сервис, который за 5 минут делает презентацию. Кстати, кому нужно, тоже есть такие сервисы, которые вы просто вводите. Даже можно тему ввести, и он все выдаст. Но я обычно ввожу полностью текст, и он сразу же делает красивую презентацию. Вот. И продающий сайт. И это все сделали десятилетки за 15 минут в день, за 7 дней. Причем дочка у меня проходила до этого 9 месяцев обучения в бизнес-школе. Это ей 14 лет было. И тут то же самое дети сделали за одну неделю. То есть я про то, что насколько упрощается сейчас все обучение, и насколько можно сделать легко, просто. И вообще, вот, мне кажется, даже любую нишу, которая даже танцем, может, мне кажется, подключить к искусственному интеллекту, сделать еще удобнее и проще. Вот. И насосы в том числе. Так, дальше. Виртуальные ассистенты на базе Telegram-бот. Так, подождите, я, наверное, не про то рассказала. То есть есть, получается... А, и есть и ассистенты, которые сопровождают студента на каждом этапе задания. Тоже покажу пример. То есть у нас, например, как это реализовано. Студенты заходят. Это у нас уже на втором этапе. Илари, который дает ссылку конкретно. Конкретно зайдите уже на бот с... Ну, вот, кстати, тоже смотрите, как оно выглядит. То есть вроде бы ничего такого. Эмодзи добавлено. Но уже визуально как-то оно читается. Вот-вот. Оп, они пока не нажали, они дальше ничего не видят. Вот. И мозгу это гораздо приятнее. И вот, видите, вот с картиночками. Тут у нас всякие галочки стоят, чтобы они понимали, сколько осталось. И опять же, вот это они все не видят. Они пока не нажали на кнопку, они не получают следующего. В общем, они переходят, например, по ссылке. И сразу же их уже бот на базе искусственного интеллекта ведет по выполнению домашнего задания. Например, сейчас вот у меня идет группа по виртуальным сотрудникам, которые делают там и для онлайн-школ, и для просто бизнеса, и для себя виртуальных сотрудников на базе искусственного интеллекта. И у них есть бот, который делает идеи для виртуальных сотрудников, первый. Второй бот, который пишет им наполнение сразу же. То есть облегчаем как можно. И то же самое можно, например, сделать какого-то помощника там. То есть у меня есть там на базе искусственного интеллекта уже, наверное, более 50 сотрудников. Я уже смею, знаете, как вечером у кого какое хобби, а у меня мужиков делать. Например, слышу, что у студентов есть проблема с самозванцем. Хорошо, все, через два дня у вас будет бот, который вам будет помогать в этом вопросе. По развитию личного бренда. Раз-два, пожалуйста. Алгоритм по продвижению в Телеграме. Пожалуйста, вот вам виртуальный, ассистент именно на эту задачу. То есть вот эти вот на базе искусственного интеллекта их лучше делать на конкретные задачи. Вот. И если вы хотите, например, сделать ваш курс еще более, ну как бы, полезным для студентов, то тоже можно вот такое вот делать. И как бы самое важное, что помогает выполнить сложные задачи быстрее, качественнее и меньше работы куратором. Вот. Так. Дальше. Автоматизация службы поддержки с помощью искусственного интеллекта тоже получается, если, допустим, очень большая онлайн-школа, я работала, кстати, с очень крупной онлайн-школой и делали для них это мгновенные ответы 24 на 7, обновление базы данных, соответственно, то есть, ну, там, получается, мы можем еще делать обновления. То есть, получается, поступили новые вопросы, мы загружаем опять в базу данных и все. И он уже отвечает не на 90% вопросов, а на 95%. И с каждым разом этот процент растет. И снижение нагрузки на команду, то есть нет необходимости увеличивать штат службы поддержки. И можно адаптировать абсолютно под любые требования. Один из таких вот кейсов, ну, это не совсем онлайн-школа, но похоже. В принципе, школа, если кто занимается там постройнением, похудением, может тоже применять. Вот она сделала виртуального сотрудника Федю, который полностью следил за питанием. То есть, получается, он проверил, ну, как бы ему кидали, что ты хочешь съесть, он говорит, вот это правильно, это неправильно. Вот. И было такое, знаете, как, говорит, Федя им разрешил картошку есть. Говорю, так скажи, говорю, Федя, что картошку нельзя есть. Говорю, я сказала, говорит, Федя больше не даёт картошку. Вот. Поэтому важно, если, допустим, вы смотрите, сначала проверяете на себе где-то какие-то нюансы, то вы прописываете. Потому что искусственный интеллект, это именно в рамках ботов, то это как золотая рыбка, знаете, которой желание закадываешь, а она может выполнить вроде бы правильно и не придерёшься. Но по факту, ну, не так, как хотелось. Поэтому нужно по максимуму научиться общаться с искусственным интеллектом и всё-всё-всё прописывать. Вот недавно мне понравился ролик, как раз студентам отправила, когда по поводу регламентов. То есть, вот как вы своим сотрудникам пишите регламенты, то же самое также можно с искусственным интеллектом. Чем подробнее вы всё распишите, тем он будет качественнее работать. Там было такое, сидит сотрудник, говорит, налей мне воды. Он берёт, наливает прямо на него воду. Говорит, нет, в стакан. А стакан в это время как бы ногами он наливает туда. Говорит, нет, стакан нужно перевернуть. То есть, то же самое с телеграм-ботом. Нужно сразу ему всё-всё-всё учесть. А сейчас, конечно же, на 4О это работает уже не так. Надо прямо, знаете, детально всё прописывать. Потому что, когда мы работали на 3,5, я вот как раз этой онлайн-школой работала, ой, это было, конечно, капец. Вот именно вот так нужно стакан поставить, налить туда, держать руку под таким наклоном. То есть, вплоть до того было сейчас. Он стал намного умнее. И с каждой новой версией всё лучше и лучше. И меньше ему нужно задавать вот таких вот, знаете, как инструкций, которые сами, само собой разумеющиеся. Вот. Поэтому тоже используйте. Очень классная штука. Рекомендую. Вот. Дальше. Автоматизация, проверка домашних заданий с помощью виртуального ассистента. То есть, это я делала. У нас там немножко по-другому автоматизировано. То есть, у нас всё готово и мы сделали так, что у всех идеальные задания. Там просто открыть, грубо говоря, и понятно, правильно ли я сделал студент или нет. Для онлайн-школы что я делала? Мы брали задания, которые были, ответы студентов реальные и ответы кураторов. То есть, у них определённый тон оф войс. То есть, обращайся на ты, обращайся в виде дружеском. Сначала, как там гамбургер, что у тебя всё хорошо, потом начиночка, там, тут лучше улучшить, там, ну и заключение. То есть, по этой структуре, соответственно, мы его обучали на этой структуре, загоняли. В таком-то стиле ты должен отвечать. Вот. И, соответственно, загружая вот эти данные, после этого, куратор вообще не смотрел задание, он просто загружал его. Ну, первое время, понятно, что были проверки, но он загружал и сразу же выдавал готовый вот вариант, потому что раньше это было там час на проверку домашнего задания. Это очень удобно при больших, плюс-минус, одинаковых объёмах. Таких я рекомендую ассистентов делать отдельно на каждый модуль. Ну, по крайней мере, мы так делали. Вот. А куратор уже больше на такое вот общение. Дальше. Автоматический учёт успеваемости, потому что тоже, я помню, проблема той онлайн-школы, с которой я работала, было, что всё было вручную. То есть, они там проверяли каждого студента, чтобы выдать диплом, чтобы там понять, на каком он этапе и так далее. То есть, кураторы ввели эту отчётность вручную. Тут же вы всё можете видеть. Видеть в виде Google Таблиц. Это реализовано не на базе ботов с искусственным интеллектом, это обычные боты, самые, которые привязаны с Google Таблицами. И, соответственно, после какой-то итерации, которую делают, например, переходит на новый этап, ему сразу же в табличку попадает, что он на новом этапе. Всё. И, соответственно, вы видите успеваемость. То есть, плюс ещё, кстати, вот тут не написано, что у нас ещё реализовано. У нас после каждого модуля студент ставит оценку этому модулю. Если это меньше 10, то он пишет, как ещё улучшить. И мы ещё докручиваем, докручиваем, докручиваем. Вот. Ну и плюс средняя оценка по модулю. Ага, что нам нужно поменять и так далее. Вот. Необходимость вручную следить за каждым студентом нет, потому что две кнопки нажали и у вас всё видно. Вообще, кто, чего, куда, все НПС и так далее можно отслеживать так. И, соответственно, можно настроить, там уже можно и сводные таблицы подключить, всё, что угодно. И, опять же, там обновили сводную табличку, а в Google таблицах она сама обновляется и у вас все метрики сразу же выстроены по курсу. Вот. Давайте, наверное, к вопросам приступим. Анна, что скажете? Да, может, у кого-то есть вопросы. Да, я, может, ещё что-то там расскажу, покажу. Вот, такую мы теоретическую часть закончили. Хотела бы, могу что-то ещё подсказать вам, то есть конкретно там, как реализовать и так далее. Пишите или поднимайте руку. Да. Ольга, да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы рассказали, на самом деле, у меня такая-то сейчас насущная проблема и, ну, всё безумно интересно и просто смотришь и, кажется, другая вообще планета, да? Интересует просто, как это сегодня учить, честно скажу, просто сразу. Может быть, то, что мне надо делать онлайн-шпол, надо выложить все свои знания в онлайн, там, кстати, какого, может быть, я немножко пропустила, у нас же сейчас обычные там, Excel, get-курсы, что вы используете для своей или какая-то другая? честно скажу, да. И вот, честно говоря, как это всё сделать? Может быть, у вас есть какой-то курс, как это вас там помогают к этому прийти, чтобы всё это заполнить и сделать под себя? Может быть, вы каких-то предоставляете помощников, там, ну, вообще, вот. А у Анны, Оля, у Анны есть обучение, вот я как раз на него иду с 21-го числа, можете тоже туда зайти, она там для наших скидку приготовила. Да, информацию тогда скиньте, пожалуйста. Да, да, ну, я сейчас, да, расскажу. Смотрите, get-курс, если честно, я когда, мы вот делали как раз для лицензирования на get-курсе, господи, я плевалась дальше, чем видела. Мне он ужасно не нравится, мне такое ощущение, что этот сервис застрял, ну, извините, конечно, кто работает, но застрял вот в прошлом веке, особенно, когда мы тесты это всё вручную делаем, это, ну, извините, нет, я не могу так, то есть, мне нужно там и напоминание было, чтобы вот это всё было интерактивно и интересно, и я всё это видела, там, ну, как бы функционал очень ограничен, прям очень, и, опять же, я сама, как студент, я проходила огромное количество школ, курсов, по искусственному интеллекту, наверное, всё, всё, что есть, я скупила, всё прошла. Честно, двухчасовые уроки, которые, вот эти скринкасты, а давайте вы посмотрите, как я делаю, я не могу закончить курс, меня бесит это, вот, и я решила сделать так, такое обучение, которое, в первую очередь, меня не будет бесить, и когда люди заходят туда, и они говорят, в смысле, говорят, это лучшее обучение, которое мы вообще когда-либо проходили, потому что это интересно, в смысле, а как обучение может быть интересно, я говорю, да, вот так вот бывает, вот, то есть я вообще, я, ну, можно сказать, хакнула эту систему, вот, и сделала всё не так, как у всех, потому что, ну, я не могу так, у меня миссия вообще, первая, сделать Россию номер один в области использования искусственного интеллекта, сейчас вот мы на гранты, там, вот сейчас у нас в Москве, там мы защищали грант, ну, короче, вот именно в сторону государства идём, вот, и сделать самое лучшее инновационное образование, вообще трансформировать в мире систему образования, потому что, ну, сейчас, да, уже, слава Богу, есть онлайн образование, которое, ну, более-менее интересно, есть такие, ну, школы, которые, ну, это не в плане искусственного интеллекта, там я пока не нашла, вот, тоже высшее образование, да, когда мы пять лет учимся, и, и мне кажется, это какая-то, не знаю, вселенский развод, ну, по-другому не назовёшь, а когда у меня студенты заходят, и за 21 день, они говорят, в смысле, я тут, ну, достиг большего, чем за пять лет в УЗИ, зачем я вот это вот всё было, говорю, ну, как-то мы так привыкли делать, вот, хотя диплом, в принципе, это что же, Анна, если, ну, правильно я говорю, что это, в принципе, ценится как второе высшее? Ну, это, это переподготовка на базе высшего, либо среднего, ну, это как дополнительная специальность, квалификация присвоенная, она не как второе высшее, как дополнительная специальность, был юрист, стал специалист нового профиля, вот такое, ну, уже давно, в учебные заведения идут не за знаниями, а за курсовым образованием, либо средним специальным образованием, а все навыки люди, ну, уже как бы приобретают вот на каких-то частных онлайн-школах, курсах авторских и так далее, потому что здесь информация сжата, без воды, ну, есть и с водой у кого-то, да, ну, большинстве случаев... Раз, два, три и побежал делать на своем. Да, все, ну, блин, у меня крестница, да, мне надо было, чтобы она там чему-то обучилась, хотя она учится на дизайнера, и в интернет там что-то это, системах, но мы ей купили курс просто по сайтостроению, и все, она научилась сайтостроению, хотя она за это же в институте сейчас учится, просто легче, просто легче, быстрее купите там месячный, двухмесячный курс, чтобы она это все вас схватила и пошла делать, все, и так везде. Можно ремарку по поводу сайта? Двухмесячный курс по сайтам, а это же, знаете, как, я просто очень ленивая, и я все делаю очень быстро, короче, мне нужно было сделать 9 лендингов, я очень ленивая, поэтому я сделала виртуального сотрудника, который задает 18 вопросов, вы отвечаете голосом, он вам сразу же формирует маркетинговую стратегию, исследование вообще всего, чего можно, и сразу же продающий сайт, и еще инструкцию пошаговую, как собирать. Дети, десятилетки у меня по этому сделали, по этой инструкции, и люди, которые заходят, за три часа делают шикарный сайт, не два месяца, не говоря, хакнула, система образовалась. Надо сделать эти, надо сделать такой бот, чтобы он делал сайты по 831 приказу, у нас 25-45 тысяч стоит один сайт. Слушай, ну можно, ну прям полностью, как бы, ну короче, надо подумать, мы свяжемся тогда. Вот и новый проект родился. Да. Точно, можно сделать. Мы же делали, допустим, бота как раз, которые делают вот эти обучающие программы там полностью, все. Вот я, у меня есть бот, который делает мне, то есть у меня есть программа для меня, которая интересная, и есть программа, которая для министерства, так сказать, которая, ну так себе, для галактики. вот это разные вещи. Как мы еще делали, как надо, Анна может вам дать этот, ну не дать, а продать, она потому что специально делала под нашего тоже одного заказчика справку 13%, чтобы автоматом отправлялась. А, это да, я делала, кстати. У меня все автоматизировано, все, что можно. Так что тут так. Вот, кстати, спрашивают, своя платформа. Платформа, смотрите, это сервис, вот знаете, есть, по-моему, сейлбот и так далее. Я работаю JetBot24, вот, это обычные боты, и, соответственно, все в нем. Ну, это уже получается на нейроэксперте, кто у меня идет, там уже рассматривается JetBot. То есть, сначала мы учим о своей нейросети за 21 день, потом мы учим виртуальных сотрудников на базе искусственного интеллекта, и потом уже переходим к вот этим ботам. Но, в принципе, все это можно тоже обучиться у нас и сделать то же самое. Вот, потому что так я беру онлайн школы, тоже мы работаем, но это стоит от 500 тысяч. Но, опять же, я все же рекомендую лучше обучиться самому, чем, ну, как бы, постоянно, как, я просто тоже работала с программистом по ботам, и когда ты за каждую смену буквы должен заплатить 500 рублей, а за каждую правку одного блока 3000, ну, как-то такое себе. Проще раз обучиться, и мне лично быстрее сделать бота, там, ну, основу самой, потом передать программисту, он доделывать, чем, ну, вот, ему писать задание, он пока сделает, пока я проверю, короче, это дольше получается. Вот, поэтому обычный JetBot 24, и плюс, получается, смотрите, все схемы, боты, механизмы, да, то есть, в основном, я все делаю с помощью чата GPT, даже воронки, то есть, воронки продаж, то есть, что у меня сейчас сделано, какая воронка продаж, что первое, я даю лид-магнит на, это там, господи, на искусственном интеллекте, то есть, например, тоже, кстати, там в конце у вас будет QR-код, вот вы можете пройти вообще мою воронку, посмотреть, как это все сделано на искусственном интеллекте, то есть, люди получают пользу сразу же, то есть, ведите свою деятельность, и получите сеанс магии, вам сразу же выдаст либо контент-план, либо там анализ целевой аудитории глубины, и так далее, все-все-все, это за 2 секунды, потом они переходят там, у меня есть рулетка, и по рулетке получают уже скидку на Tripwire, Tripwire это, кстати, вот эти все воронки пишутся с помощью искусственного интеллекта, просто на 2 секунды, вот сейчас, понятно, что надо более глубинно, ну, например, ты самый лучший в мире специалист по воронкам продаж, создай воронку продаж для школы детской хореографии, ну, в общем, ну, это, конечно, так нельзя с ним общаться, надо там более глубинно, но тем не менее, вот он, память обновлена, и пошел строчить воронку, вот, и он полностью расписывает вам, ой, господи, я тут не успеваю, вот все-все-все-все-все, интерес там, ну, и так далее, ну, это, чтобы вы понимали вообще, что возможно, то есть, любые воронки продаж вы можете сделать, то есть, это первое, да, то есть, тут я вам рассказала просто, как автоматизировать онлайн школу, это одно, но то, что вы полностью СММ можете сделать с помощью искусственного интеллекта, окей, слушайте, может я вам еще потом по воронке, у меня есть еще бот там по воронке, может там потом это самое, Анна разрешит еще один подарок вам дать, вот, потому что у меня приготовлен по этому подарок, вот, анализ целевой аудитории, вот можете сосканировать QR-код, и как раз вот вы посмотрите, как это работает на базе искусственного интеллекта, то есть, это будут боли, потребности, возможности и так далее, на которых потом будете строить контент, вот немножко все же скажу по поводу маркетинга, я просто вспоминаю, как год назад, нет, больше чуть-чуть, вот, я нанимала специалиста, за 50 тысяч мы вот эти прописывали все боли, потребности, возможности, вот эта вот вся распаковка экспертности и так далее, господи, сейчас это делается за минуту, думаю, а зачем я вот это все мучилась раньше, почему я не знала об этом, то есть, все настолько упростилось, и вообще, когда, ну, я вообще в искусственном интеллекте, с сентября прошлого года, самое интересное, что не так давно, но как-то у меня так это все засосало, плюс потом лицензия, и все пошло космической скоростью, я делала свой проект, вот, я его делала, я тогда делала проект полностью автоматизированный, там, тоже на телеграм-ботах, на искусственном интеллекте, короче, я его делала 3 месяца, сделала 10%, думаю, ну, я еще год буду там, как бы, потихонечку его делать, угу, освоила искусственный интеллект, в результате я за неделю задела 90%, такая, эээ, а что, так можно было, думаю, что я торможу, и как начала всем рассказывать про искусственный интеллект, что это, ну, ну, как без него, особенно в онлайн-школах, это вообще, мне кажется, невозможно, так, ассистента образ, сами моделировали, ну, вот тот, что я трекер, то мило, получается, да, это с помощью искусственного интеллекта, он нарисован, можно вообще свой аватар делать, вот, все, что угодно, плюс сейчас, допустим, у нас там еще добавлен курс по видео, и там вообще можно делать, там, например, вы идете, да, и потом, хоп, у вас, вы становитесь в их будущем, там, там, сзади что-то меняется, и так далее, то есть, ну, вот эти все такие рилсы, которые сейчас залетают, вот это тоже все можно монтировать, то есть, я про то, что онлайн-школу перевести на искусственный интеллект, на этих всех бота, это одно дело, а то, что вы полностью построите, например, SMM-стратегию с помощью него, это да, то есть, потому что обучать это одно, а как владелец онлайн-школы, понимаю, что, ну, для меня сейчас, например, привлечение клиентов, я занимаюсь лично, ну, как бы большая часть, то есть, я что-то придумываю, то новое, то еще что-то, ну, сейчас у нас пока процесс тестирования гипотез, потому что как-то так сложилось, что мы год уже работаем, но я ни разу не запускала внешний трафик, и как-то все по сарафанке идет, идет такими какими-то масштабами, что мы просто даже не успевали, вот сейчас уже все автоматизировано, поэтому, например, что сделала я, чтобы вы понимали, как может владелец и спикер онлайн-школы себя чувствовать в рамках обучения, есть один куратор, есть виртуальные преподаватели, и, соответственно, мое, мое личное время на освоение нейросети за 21 день, вовлечение 2 часа, я 2 часа веду живой вебинар, дальше ведет уже куратор, и все остальное у нас автоматизировано, уже когда люди переходят на нейроэксперт, там я веду 4 вебинара, и там даю обратную связь, там по ботам, там мы докручиваем, в принципе, вы тоже можете так сделать, если вы и владелец онлайн-школы, и эксперт 2 в 1, то, соответственно, знаете, как шаг за шагом клонировать себя, клонировать свои знания и автоматизировать, и причем, знаете, получается так, что студенты все мега довольны, просто в восторге, там вот можно там и на ютубе посмотреть, на рутубе, огромное количество отзывов, и все такие, говорят, вы знаете, мы у вас получаем намного больше, чем у всех других, а потому что у нас автоматизировано, мы раз делали, отдали, раз делали, отдали, все, и, соответственно, с каждым разом люди получают все больше, 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 и могут использовать, вот, как, так, как склонировать слова из будущего, а что значит склонировать слова из будущего, можно поподробнее, или микрофончик включите, давайте вот поговорим с вами, Дмитрий, да, здравствуйте, ну, просто говорить, клонировать, клонировать себя, вспоминая просто фильм из будущего, там как бы, был, ну, такие моменты, что люди клонировали себя, чтобы ставили себя там, выполнять какие-то задачи, сами отдыхали, вот, как бы, на этом на цикле, они бы клонировать, и я так, что-то вспомнил, блин, слова из будущего, вот, да, а так оно и есть, вот смотрите, я сейчас вам прям два примера клона, вот, недавно я работала с компанией ФЦБ, там у них, по-моему, или 300 сотрудников, что-то такое, по банкротству, в общем, там задача была следующая, был человек, который отвечал на все вопросы, готовил новеньких и так далее, то есть мы загрузили полностью всю базу данных, вот, и соответственно сделали клоны этого человека, и потом отвечала не она, ее клон, она первое время перепроверяла, если какие-то вопросы не было, она добавляла, то есть мы там месяц где-то обучали, и потом полностью уже передали, это клон человека, потом, недавно я клонировала человека, который очень, как бы, такой глубоко занимается в сфере грантов, и у которой информация, которой, ну, нет нигде, скажем так, и соответственно, это была такая, знаете, глубинная прям распаковка, то есть что, как поэтапно, как правильно актуальность, то есть, и мы прям сделали алгоритм, где искать актуальность, где искать слова там президента и так далее, и причем искать слова президента не в GPT, есть еще один сервис Perplexity AI, если вам нужно сделать анализ конкурентов, если нужно сделать там какие-то, найти информацию из интернета, то Perplexity AI лучше работает, вот, тоже так интересно, мы говорим, клон такого-то человека, клон такого-то, и вот вы очень правильно сказали, реально, ну, если взять сейчас, тамила пашет у меня как просто как конь, если бы взять живого человека, который вот так вот бы делал, как она прям подходит каждому студенту, как вот, ну, не знаю, то есть, у нас, получается, мы сохранили индивидуальный подход, не просто, найдите вам ссылку на GetCourse, смотрите вот эти видео, по два часа там, и давайте что-нибудь, вот будете делать, еще практические задания, которые смотришь, ну, я обычно так вроде бы, ну, как бы не дилетант, но я обычно смотрю, вот, и ничего не понимаю, что сделать, там, то какие-то таблички, то еще что-то, господинет, вот, а у нас там, например, есть, есть таблички, а есть ненавижу таблички, пожалуйста, ненавидите таблички, вот вам еще какой-то вариант, то есть, тут можно сделать, знаете, как многовариантность, плюс, прикольно, когда у вас есть бот, вы тестируете гипотезы, вот вчера, например, я смотрела, у меня одно сообщение, там, например, для того, чтобы получить подарок, нужно подписаться на телеграм-канал, хорошо, они подписываются, и, соответственно, мне нужно протестировать, я не знаю, какое сообщение сработает, не знаю, я составила 10 сообщений, с помощью искусственного интеллекта, которые должны дожать человека, чтобы он подписался, и получил подарок, и в результате, я вчера захожу, и мне видно, представьте, конверсия по каждому сообщению, и одно сообщение у меня конвертирует, на 40%, а другой на 95%, я беру вероятность попадания этого сообщения, потому что там рандомайзер, на 10%, а тот, который на 95%, на 100%, ну и так далее, и дальше в соответствии с вероятностью делаю, и тем самым подкручиваю каждый раз свою воронку, делая лучше, 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 запуская трафик, с большей конверсией, соответственно, вот, поэтому, как я говорю, даже маркетологи не знают, как лучше сработает, а тут вы можете сразу же АБ-тестирование на одной и той же аудитории и проверить, какая гипотеза сработала больше, вот поэтому я просто обожаю телеграм-боты, и, ну, не знаю, как без них вообще жить, как без них строить, строю на них абсолютно все, то есть даже один из моих первых опытов, продукт, 1599 рублей, я умудрилась на нем там несколько миллионов заработать с помощью автоматизированной воронки, с помощью телеграм-бота, вот, поэтому, причем я за это заплатила, помню, 20 тысяч за эту воронку, а сейчас я ребятам буду делать, чтобы они сделали эту воронку за час сами, вот, так что, знаете, как мир меняется, и действительно можно себя клонировать, экспертам клонировать себя прям вот обязательно, это еще, кстати, такой, знаете, пример, я когда работала с предпринимателями, я же лично с каждым, и разбирала каждого бизнес, там, тет-а-тет, и говорила, так, вам нужно для того, чтобы, например, нанять персонал, вам нужно сначала забить, вот, в GPD, такую-то информацию, чтобы вы вообще, какая вакансия вам нужна, дальше сформировать эту вакансию, потом, когда у вас будет резюме, вы можете с этой вакансии загрузить резюме, посмотреть, насколько соответствуют вакансии, после этого вы можете сделать, там, какие вопросы на интервью, потом я загружала интервью, транскрибированное, и после этого он мне говорил, какой кандидат подходит, то есть, я это все рассказывала, как бы, каждому, по маркетингу, то же самое, то есть, пожалуйста, для воронки продаж, сделать это, для того, чтобы сделать кастдев, например, то есть, мы же начинаем все с кастдевами, кстати, сейчас я вам расскажу, как сделать, если интересно, 50 кастдевов за 2 часа. Я, если честно говоря, не знаком просто с этим понятием, кастдевы, кастдевы, это глубинное интервью, которое всегда делается перед запуском продукта, прямо вот всегда-всегда обязательно. Потребности, какие боли, что интересно. Чтобы потом не пальцем в небо не делать продукт, а делать продукт под потребности клиента, то есть, это прямо обязательно. Получается, как бы, такой видеообзор, вы имеете в виду, про это? Нет, это просто, допустим, какой у вас продукт, Дмитрий? Допустим, у меня вот школа программирования. Вот, школа программирования, значит, вы, если она для детей, проводите кастдев у детей, ну, что им нужно, чтобы научиться? У родителей. Лицопринимающее решение. Надо и там, и там проводить, чтобы, да, у детей проводите, чтобы им было интересно, у родителей проводите, что им поможет принять решение при выборе школы программистов. И вот на основании этого всего вы делаете продукт, и уже, когда вы его предлагаете, и мама говорит, вот там, смотри, Иванечка, тебе вот интересно будет туда пойти? А там и его, эти вот закрывающие боли есть, да, допустим, в наборе, и ее, ну, и понятно, соответственно, выбирает вас быстрее. Кто кастдевы проводит, у тех конверсий выше всегда. Да. И причем по кастдевам, то есть, как я разделала, то есть, получается, можно глубинные с каждым разговаривать, но, во-первых, это все можно транскрибировать, забить в нейросети, чтобы потом не вот вручную это делать, потом составить, соответственно, резюме этого всего, то есть, это гораздо быстрее. что сделала я? Я, получается, мне нужно было глубинное интервью, но, как бы, сидеть с каждым не была готова. Я сделала, у меня же так, телеграм-бот, все в базе, то есть, можно сделать рассылку в любой момент по всей базе. Я отправляю, говорю, ребят, кто хочет пройти кастдев, вам виртуального сотрудника в подарок. У меня там есть отдельно маркетплейс виртуальных сотрудников, готовых решений, короче, в общем, и вот вам 20 вопросов, вы должны ответить голосом, одним сообщением на эти вопросы. После этого у меня ассистент, нажимают в телеграме премиум на кнопочку расшифровать, вносят это все в табличку, после этого я эту табличку, ну, либо она там не конвертирует, вот эти вот ответы в PDF, я загружаю в нейросеть и говорю, а теперь вот на основании этого давай мне выстроить маркетинг и так далее. Все-все-все информация. Вот, поэтому кастдевы, конечно, кастдевы это, ну, такая длинная история, но с помощью искусственного интеллекта это все можно делать очень-очень быстро и классно. Вот. Я вас понял, просто надо с этим ознакомиться, просто поближе и уже просто для себя понять, ну, как бы, нужно, но не нужно. Нужно. Я обычно всегда так работаю, сначала этим знакомлюсь, а потом, ну, для себя принимаю решение, нужно это или не нужно. Причем, знаете, как можете сделать даже? То есть, вы можете сделать вопросы кастдева, а теперь говорить, а представь, что ты опросил тысячу человек моей целевой аудитории. Какие будут результаты? Давай. И он вроде придумывает, но придумывает очень круто. или какие возражения будет моя целевая аудитория? Он выдал. И потом по этим возражениям сделай так, чтобы мой сайт закрывал возражения. Вот мой сайт, посмотри, он закрывает эти возражения? Нет, что мне еще добавить на мой сайт, чтобы он закрывал эти возражения? Все, две секунды. Вот. Поэтому вот вернусь к теме клонирования. То есть, когда я работала вот с предпринимателями, ну, честно, я вот не люблю повторять одно и то же. Я не попугай. То есть, я рассказала и все. Поэтому я взяла все вот эти алгоритмы, которые есть, и я вот сделала, как я вам показывала, да, напишите то-то, напишите это, в Telegram-боте готовые структуры. То есть, это по факту клон меня, которые они могут обратиться 24 на 7. Я тогда продавала этот сервис «Быстрый старт» по 50 тысяч, у меня разлетался, как горячие пирожки. Вот. Потому что это мгновенное внедрение нейросетей в бизнес. И даже я проводила эксперимент, сын шестиклассник, он сделал маркетинговую стратегию, отправляю маркетологу знакомому, который агентство, он такая, в смысле это сделал шестиклассник, как? Говорит, мы то же самое, говорит, делаем команду и берем за это 300 тысяч. Говорит, а тут то же самое, ну как, там just to be done, все-все-все, вот это вот, ну как бы, как мы делаем, один в один. Ну, короче, она сейчас вообще, агентство именно в том виде не использует у нее нейромаркетинг, она, короче, открывает там и магазины с помощью искусственного интеллекта, выигрывает тендеры с помощью искусственного интеллекта. Ну, короче, тут много всего можно сделать. Недавно вообще один студент говорит, был тендер на электрификацию, не тендер, короче, там, ну, возможность получить электрификацию целого района в Москве, а у него небольшая компания, как бы, ну, где я и где оно, но, в общем, он с нейросетью полностью сделал, как должны пройти переговоры, кто этот человек, кому он идет, что ему подарить, он пришел с вином, сказал те слова, которые сказала нейросеть, короче, он выиграл этот, ну, проект, короче, говорит, а я шел учиться, это электрик, говорит, зачем я пошел учиться, я пока не знала, а потом, когда я, ну, выиграл контракт на несколько миллионов, то уже понимаю, зачем мне нейросеть, я про то, что даже в этом, вот, и один вот из, наверное, таких вот, ну, немножко отвлечемся от бизнеса, мой самый классный кейс, вот я считаю, это то, что я поставила на ноги своего отца с помощью искусственного интеллекта, вот, потому что он два месяца лежал, и вообще ничего не могли сделать, то есть, никак, и потом, когда я общалась с бизнесами, знаете, и вроде бы, там, деньги зарабатывали, все хорошо, потом мама говорит, слушай, а что там твой GRT, говорит, давай папу, поднимать на ноги, ну, в общем, мы загнали все анализы, всю информацию, вообще, все, что у нас было, он задавал вопросы, мама, я маму обучила, как использовать, установила оригинал, дала универсальный нейралгоритм, неделю вообще ничего не происходило, а потом мама говорит, слушай, тут вообще он настолько простые вещи сказал, там, что-то ходунки, еще что-то, какая-то специальная гимнастика, ни врачи, никто не сказал, говорит, и буквально через два дня папа встал, я просто вот рыдала, думаю, если я изобрела вот это все, универсальный нейралгоритм, я освоила нейросети только ради этого, то пусть остальное будет бонусом, поэтому тут настолько, знаете, как глубина, и вот я всегда студентам говорю, это целая вселенная, которая открывается, то есть вот то, что вы там автоматизировать онлайн-школу можете, что вы можете выстроить маркетинг, это, ну, как бы верхушка айсберга, по факту, как можно использовать нейросеть, еще и в жизни, то есть у меня студенты и готовят с нейросетью, там, ты самый лучший в мире шахповара, что мне приготовить, худеют с нейросетью, ты самый лучший в мире нутрициолог, состав мне программу питания, там, ой, уже можно считать, сколько килограмм сброшено, уже явно больше десяти, там, в сумме, вот, кто худел с нейросеть, ну, короче, это не только про заработок денег, про все, что угодно, и сейчас, конечно же, кто осваивает, тот сейчас ускоряется, ну, как минимум раз в десять, то, что я вижу, то есть то, что делала я раньше месяц, я сейчас делаю за часы, то есть я еще больше ускорилась, поэтому вот так вот, давайте еще вопросы, то я могу вечно рассказывать об этом, поднимайте руки, или просто включайте там камеру, микрофон, или пишите, давайте с вами пообщаемся, походу все уже, да, уже все, ну, по поводу курса, я думаю, ну, как бы, не хотелось ничего там продавать особо, но я просто скину информацию, там все на сайте есть, и скидку тогда для, ну, это самое, Лига Босс сделаем отдельную, вот, ссылочку оставь, да, единственное, что хочу сказать, смотрите, да, без фундамента, я уже, ну, вот, если раньше у нас была попытка там сразу, то есть я брала людей на виртуальных сотрудников, там, и так далее, сейчас нет, то есть у нас сначала осваиваем нейросети за 21 день, вы проходите, потому что иначе, пока вы не встроите нейросети в свою жизнь, вообще не переведете все процессы свои на нейросеть, дальше мы не можем двигаться, потому что это база, это перестройка нашего мозга, а у нас, знаете, как мозг привык работать, вот, как привык, и очень сложно это сделать, и мы вот этими игровыми механиками немножко его обманываем, скажем так, поэтому сначала освоим нейросети за 21 день, осваиваем, перестраиваемся, и потом уже идет нейроэксперт, который вы уже и автоматизируете онлайн-школы, делаете виртуальных сотрудников, делаете вот таких вот ботов, вот это вот все, что я описала, вы все можете сделать, у нас сейчас несколько онлайн-школ зашли, и они сейчас как раз работают под эти проекты, вот, поэтому, но нужна база, без фундамента, к сожалению, вот, ну, не получается, потому что я так взяла людей, и мы в результате начали все с АЗО все равно, вот, там, еще какие-то вопросы? Ну, АЗО это вот как раз за 21 день, как это? Да, да, это перестройка мозга сначала, перестройка мозга, то есть вы, там есть и обучение такое, ну, как бы пошаговое, оно вот в игровом, как раз вы посмотрите, что можете себе, так сказать, флямзить, все, все вот эти вот структуры, вот, как можете себе построить, идейки взять, вот, и, соответственно, мы каждый день, вот важно, то, что я говорила, вот эта отчетность, это самое важное, потому что если вы просто обучитесь и не будете каждый день его использовать, то толку от того, что вы обучитесь, и вообще ученые говорят, что самый востребованный навык следующего десятилетия, это не просто использовать искусственный интеллект, а привычка к использованию искусственного интеллекта именно каждый день во всех делах, потому что у вас что-то возникает с вопросительным знаком, вы идете туда, то есть решает, вот, не знаю, абсолютно любые вопросы, если по болезни они решают, то есть, и есть даже, ну, сейчас много кейсов именно исцеления людей полностью, вот, благодаря, потому что там, ну, там база знаний, медицины вся, вся, которая есть, не один врач, вот, поэтому, конечно, он может подсказать, я первая, там что-то болит или еще что-то, я первое дело иду в нейросеть, если она мне сказала идти к врачу, тогда я уже иду к врачу, вот, но первое, что я консультирую всегда к нейросетью, вообще по любым вопросам, все, даже вплоть до того, что там, цвет стульев я выбираю на кухне, цвет жалюзи, и пульт я фотографирую там от жалюзи, который непонятно откуда, мастер говорит, я не знаю как его, откуда, как, где брать инструкцию, я фотографирую пульт, он мне выдает инструкцию, просто по фотографии пульта, поэтому тут возможности безграничны. Так, да, ладно, давайте заканчивать, Аня, есть слайд с твоей информацией, да? А, да, я забыла, вот, можно подписываться на канал, там огромное количество плюшек, вчера как раз там у нас еще раз давались плюшки, то есть можно там пролистать, посмотреть и получить, потому что у нас практически каждую неделю какая-то польза выходит, которую вы можете прям заходить, пробовать на себе и получать результат. Вот, надеюсь, было полезно. Да, полезно, спасибо большое. полное бессилие человека и зависимости АИ. Вот, кстати, мне тоже так вот часто говорят, что все, человек будет не нужен, я буду зависеть от искусственного интеллекта. Нет, наоборот, искусственный интеллект очень круто усиливает человека, то есть это как, ну, я не знаю, как говорят, второй мозг, который вместе с тобой работает, и когда вы общаетесь с искусственным интеллектом, вы меняетесь, вы как будто, знаете, как обучаясь, становитесь другими. Пример, агентство, можно быстренько, Ань? Я быстро, ну, короче, когда менеджеры отвечали на вопросы клиентов, мы подключили к искусственному интеллекту, и у них задача первое время была проверять, копировать, вставлять с виртуальным сотрудником. В общем, они полностью перепрошили свой мозг и стали общаться по-другому с клиентами, вот, потому что им искусственный интеллект подсказывал, как правильно, и я сама сейчас смотрю, я вообще по-другому все веду, благодаря тому, что мне искусственный интеллект подсказывал, как правильно, поэтому зависимости нет, даже если искусственный интеллект отключат, то люди уже будут такие, как бы, с апгрейдом, скажем так. Да, спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Запись мы оставим в канале, для тех, кто не успел присоединиться, рабочий день просто. Да, сейчас я скину тогда запись, вот, ну и всю тогда информацию там тоже покидаем. А, и обучение, кстати, недорогое, вот я захожу, и сколько оно у нас стоит, ты говорила? Ну, получается, свой нейросетин за 21 день, оно у нас от 29 900, ну, мы вам скидочку, 5000 еще дадим, вот, ну, а нейроэкспертам уже можно апгрейд сделать чуть позже, то есть вы сначала в любом случае заходите на нейромастер, проходите 21 день, и потом вы, соответственно, идете на нейроэксперта, но опять же, лучше забронировать место заранее, потому что мест может не быть. У нас 21 числа начинается свой нейросетин за 21 день, а нейроэксперт 2 декабря, то есть там еще останется время на изучение бонусов, а бонусов там, ух, там еще на 2 года можно изучать, потому что все делается вот так вот, и даем много пользы. Все, спасибо большое, очень интересно было. Запись мы тогда, ты мне пришлешь запись, а я ее... Да, и, кстати, кто пойдет, тот будет в одной группе вместе с Анной. Да, будем вместе учиться. Да, будете там друг другу смотреть, кто как делает на вебинарах и так далее. Все, всего доброго, до свидания. Всего хорошего дня, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok, Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,